Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, уважаемые подписчики. По вашей просьбе я даю прогноз на поединок Кейта Турмана и Мэнни Пакьяу. Сразу хочу сказать, что не обращайте внимания, если что-то не так с голосом или вообще приболел. Все мы люди, как бы с кем не бывает. Ну что ж, а теперь давайте переходить к самим бойцам. Но за Мэнни Пакьяу сейчас много не будем, потому что боксер экстракласса очень и очень известный. Давайте поговорим лучше о Кейте Турмане. Что о нем можно сказать? Я достаточно много посмотрел с ним поединков за последнее время. И этих поединков мне хватило, чтобы сделать анализ, что он из себя представляет как боксер. Скажу так. Ну, наверное, этот парень, это верхушка этого веса, но не, как бы правильно сказать, не обладает каким-то экстраклассом. Вот так вот можно выразиться, но верхушкой, безусловно, он является. Сильно прям тяжелой оппозиции у него не было. Скажем так, я бы отметил поединок с Даней Гарсией, где он себя проявил как, в принципе, агрессивный панчер. Но в то же время и очень хорошая техника обладает, работая на ногах. В принципе, я всегда делал акцент на то, что преимущество есть у того боксера, кто лучше владеет на ногах. Но что касательно, скажем так, разнообразности комбинационных ударов, здесь не такой уж и богатый у него арсенал. Он богатый, но говорю сразу, что арсеналу Мэнни Пакьяу он уступает. Кейт Турман, его коронный удар, это с правой. И, скажем так, в некоторых случаях, да, он предсказуем, но он это компенсирует резкостью и одновременно силой удара. То есть, компенсирует, так сказать, эту предсказуемость. Ну вот, в принципе, немножко разобрались, да? Боксер высокого класса, не экстра. Обладает, в принципе, нокаутирующим ударом, но немного стиль его предсказуем. Но он это немного компенсирует резкостью и силой удара. Плюс, конечно же, ноги стоит отметить, да? Ну, за Мэнни Пакьяу. Что, давайте к экватору поединку. Не хочу я говорить за Мэнни Пакьяу, потому что все мы его прекрасно знаем. Как бы мог развиваться этот поединок, да? Ну, естественно, по Мэнни Турман имеет очень хорошее преимущество над Пакьяу. Но, скажем так, сейчас на данном этапе скорость у них примерно одинаковая. Может, у Турмана даже чуточку будет быстрее, в силу все-таки определенных обстоятельств. В первую очередь, это возраст. Все-таки Турману 30, Пакьяу 40. Вот. Ну, скажем так, выделим небольшое преимущество Турмана. Едем дальше. Касательной работе на ногах. Ну, тут я бы сказал, что, в принципе, они одинаково работают на ногах. Я бы почему-то в этом аспекте не отдал бы ни Турману, ни Пакьяу. Это, конечно, лично мое сугубо мнение. Но я считаю, что тут у них примерно ничья. А вот касательно комбинационных ударов, здесь, конечно же, Пакьяу имеет весомое преимущество. Он более разнообразный боец. У него непредсказуемые удары, откуда оно полетит. То есть, комбинация это полностью за Пакьяу, скажем так. Вот. Что еще мы можем отметить? Да, держалка. Ну, держалка примерно одного и того же уровня у них обоих. Может, в силу, опять-таки, возраста, Мэнни, может, немного уступает. Но самое главное, что в боксе, это работа на ногах и разнообразие комбинационных ударов. Поэтому здесь все так-то я считаю, что преимущество именно за Мэнни Пакьяу. Вот. Скажем так, процент, простите. Скажем так, прогноз, в котором, я уверен, на 95%, что именно так и произойдет. Да. Мы, в принципе, я думаю, я разъяснил, в чем главное преимущество и козырь Пакьяу. Да. В чем преимущество у Турмана над Пакьяу. Поэтому я считаю, что мы можем уже, в принципе, переходить к прогнозу. То есть, скажем так, 95% прогноза – это то, что метод окончания нокдаунов не будет. Не нокаутов, простите, не будет нокаутов, дисквалификаций или отказ от боя в своей букмонистической комбинаторе 1xbet у меня за 1.34. То есть, это 95% захода, скажем так. Едем дальше. В силу того вышеперечисленного, то, что мы разбирались, все так-то, я считаю, что Мэнни Пакьяу является фаворитом за счет своих комбинационных ударов. И, ну, наверное, это главный козырь, который должен будет ему помочь в поединке против Турмана. Я считаю так. Это то, что Мэнни Пакьяу выиграет. То есть, ставим просто на Мэнни Пакьяу P2 за 1.61. Но эта ставка уже не 95%, это процентов 80, по моему мнению, что она зайдет. То есть, здесь уже смотрите сами, что вы хотите, более железное или немножко рискованнее. И есть у меня все-таки третья ставочка, поскольку держалка у них обоих хорошая. Что у Пакьяу, что у Турмана. Я считаю, что еще неплохой вариант, еще чуть более рискованный. Но по очень хорошему кэфу, я думаю, что я поставлю, в принципе, на своих три прогноза. Конечно же, на железо больше. Ну, там смотрите сами. Это то, что Мэнни Пакьяу выиграет поединок и нокдаунов не будет за весь бой. Коэффициент 1, простите, 2.2. Вот такая еще ставочка. Но чуть рискованнее всех. Здесь бы я сказал, что процентов 70 заходов, поскольку Турман все так-то обладает нокаутирующим ударом. Но я считаю, что Пакьяу способен выдержать и Турман способен выдержать все. То, что я считаю, что так. Ну что ж, а вы пишите свое мнение в комментариях. И может еще у кого есть какие-то предложения насчет, какие прогнозы мне дать. Тоже, пожалуйста. Я всегда рад. У меня на этом все, друзья. До новых встреч.